Если вдруг вы хотели узнать, как сделать свой мейкер в Пикрю, то вот он, мой туториал. Для тех, кто не знает, что такое Пикрю, это сайт, на котором можно играть в мейкеры, а также их создавать. И вот, сейчас я покажу свой, если я найду, где это открыть. О, господи. Ну, короче, это вот такие вот штуки всякие разные, очень прикольные. И я покажу сейчас, как вообще это можно сделать. Так, я поставлю перевод. У меня стоял на английском, потому что на нём более-менее понятно, а когда ставила на русский, там иногда вылазили какие-то очень непонятные слова. Чтобы создать Пикрю, нужно перейти вот сюда. У меня уже вот есть тут. Далее мы нажимаем на вот этот вот плюсик. И, ну, в принципе, тут ничего менять не надо случайно. Это там, по-моему, вообще вручную ты ничего менять не можешь или чё? Короче, это нам не надо. Нам нужно вот это. Потом пишем название какое-нибудь. Не знаю. Вот. Он даже это перевёл. Короче, тут стоит ограничение в 500 предметов. Ну, в принципе, у меня в мейкере... Сейчас. У меня тут всего 161. И ещё, кстати, тут написано, что теперь ограничение в 200 предметов. Так что, да, следите за тем, чтобы у вас всё было как бы... Чтобы не заходить за эту границу. Нужно обязательно создать отдельную папку для Пикрю. И отдельные части я рекомендую делать в разных файлах, потому что вот у меня есть вот этот файл. И он самый большой. Я пыталась сразу всё сделать в нём. Но потом у меня вылезло сообщение о том, что я превысила количество слоёв. И, в принципе, память у меня просто такая, типа, досвидули. Я не могу работать больше. И поэтому очень сильно всё лагало. И далее я стала делать отдельно всё. Руки, волосы, одежда, аксессуары и прочее. Тут на самих этих файлах... Сейчас он загрузится. Капец, он большой. 76% памяти. О, кошмар. Лично, как я делала по разным цветам. По сути, у меня была вот заливка. Вот у меня покрас сам идёт, тени. Ну и тут я меняла... Так, этого цвета у меня уже нету, потому что всё смотрелось не очень хорошо. Да, и по сути, вот так. Вот я меняла цвета и по-разному сохраняла. Сохранять нужно обязательно всё с прозрачным фоном. Допустим, вот я сохраняю основу. Вот. А, кстати, забыла сказать. Нужно обязательно размер картинки поставить 600 на 600 пикселей. Я вначале формат сделала не тот. И именно поэтому у меня вот тут немного есть лишнее пространство. Потому что... Сейчас я покажу, как это в принципе у меня выглядело. То есть тут у меня не квадратный размер был, а вот так. И по сути, да. Поэтому мейкер просто взял и такой вжух, и всё. Так что, да, 600 на 600 пикселей. Вы, в принципе, можете, конечно, рисовать на размере побольше. Главное потом не забыть уменьшить. Как сохранять с прозрачным фоном? В принципе, в сай это нужно вот это щёлкнуть и как бы всё. Теперь, когда у нас есть все части нарисованные, чтобы загрузить их, нам нужно сначала вот кликнуть сюда. И, допустим, мы делаем глаза. Вот тут вот пункт. Нажимаем, короче, здесь можно добавлять предметы различные. Типа у нас, допустим, есть 10 видов глаз. 10. Но в начале уже один пункт есть, поэтому мы пишем 9. Вот. И в итоге у нас есть 10 штук. Ой, так. И вот сюда мы, по сути, должны загружать глаза. Так, по очереди, по цветам. Чтобы сделать разные цвета, видите, тут только один цвет. Один квадратик — это цвет. Чтобы добавить ещё, нужно нажать вот это. И вот у нас цвета. Нажимаем плюсик. Можно написать код цвета, можно просто вручную его добавить. Допустим, добавим ещё вот так. И теперь в списке предметов у нас, видите, раз, два, три. Три цвета. У меня в глазах это выглядит так. Вот те мои цвета. В списке предметов. Вот. Просто загружайте, типа, красный в глаза в красный, оранжевый в оранжевый. И так же, в принципе, со всеми остальными предметами оно должно работать точно так же. Значок, кстати, нужно делать немного поменьше. У меня я выбрала 100 на 100 пикселей. Как бы, в принципе, в менюшке он не такого большого размера. И да, 100 на 100 подойдёт. Кстати, чтобы не загружать всё вот так вот по отдельности, можно открыть вот этот вот раздел, загрузить оптом. Тут всё вместе можно загрузить. То есть, вы выбираете цвет и загружаете элементы именно этого цвета. Кстати, если элементы у вас имеют одно и то же название, то они просто будут заменять друг друга. То есть, вы сначала загружаете все красные, потом все оранжевые и так далее. Также можно загрузить все значки. И в итоге оно всё само заполнится. Также у нас есть вот этот вот раздел. Так, откроем ещё раз глаза. И зайдём вот сюда, где у нас были цвета. Тут также есть настройки. Мы можем отключить отображение этого элемента в меню. Тут мы можем загрузить значок. Любой, какой нам нужен, чтобы отобразить, что именно вот в данном разделе находится. Размер картинки рекомендованный 96 на 96. Мы также можем подвинуть этот элемент по горизонтали и по вертикали. То есть, если я, допустим... Так, нет, здесь я экспериментировать не буду. Но, допустим, если я поставлю здесь 10, то этот элемент будет на 10 пикселей правее. А если я поставлю 10 здесь, то они будут на 10 пикселей выше. Вообще, у нас ещё есть вот этот пункт. Кнопка выпуска. Это вот эта вот кнопочка. На глазах я её отключила, потому что мне не нужна такая функция, чтобы можно было убрать глаза. На бровях она у меня как раз-таки стоит. То есть, я могу их убрать по желанию. А вот это вот означает, что первое показывается у пользователя, когда он открывает мейкер. То есть, можно выбрать либо первый элемент, что, в принципе, у меня и стоит. То есть, только запустили мейкер, и вот что отображается. А можно выбрать, чтобы отображалась кнопка для удаления. То есть, вот этот крестик. В итоге, ничего не должно отображаться в этом вот разделе. Это у меня стоит так на одежде. То есть, если вы не хотите, чтобы этот элемент отображался в самом начале, то просто ставьте кнопку для удаления. Далее у нас двигаться вверх и вниз, и двигаться влево и вправо. Так, такая штука у меня стоит. Вот здесь. Есть количество передач. Это, по сути, то, сколько раз мы можем нажать на кнопку. Вверх 20 раз, и вниз тоже 20. Интервал движения — это насколько пикселей перемещается элемент. То есть, у нас вот эта вся фигня. Влево и вправо, в принципе, то же самое, что и здесь. Просто направление другое. Изменение размера я его не ставила, но, по сути, вот тут мы ставим значение увеличения. 200 — это вот в два раза больше. Снижение — это вот 50 в два раза меньше. Есть кнопка вращения. Тут тоже сколько раз можно нажать на кнопку влево-вправо. И количество вращения задаётся в градусах. То есть, вот у меня оно тут стоит. Ещё тут есть слои, как они работают. Я такую штуку не делала, но я знаю, как она работает. То есть, допустим, у нас есть толстовка, и мы хотим сделать какую-то подвеску. Представьте, что это подвеска. И получается, что нам нужно, чтобы подвеска была спереди вот этой части и под капюшоном и шнурками. Но мы не можем загрузить подвеску в таком вот виде, потому что если я захочу надеть её поверх другой одежды, то это будет в любом случае выглядеть вот так. Так работают слои. Мы берём только верхнюю часть, допустим. Видите, у нас будет два слоя. Ну, это очень-очень уродское представление, но тогда у нас... Короче, вы поняли, у нас есть два слоя. Верхняя часть и нижняя часть. Вот в эти слои, по сути, если у нас тут одежда, мы загружаем отдельно верхнюю часть капюшонной шнурки и нижнюю часть. И потом мы можем это всё расставить вот тут в разном порядке. То есть верхняя часть будет у нас сверху, чтобы перекрывать всё. Нижняя часть в самом низу. Кстати, о сортировке. Здесь нужно правильно расставить все слои. То есть у меня фоны, тело, всё находится сзади, потому что... Ну, было бы странно, если бы тело было поверх волос, поверх глаз. Короче, вы поняли. Всё нужно расставить как надо. Сверху у меня руки. Вот эти вот элементы. Сейчас. Вот эти штуки. Они тоже у меня спереди находятся. Ещё есть вот эта сортировка. Это то, в каком порядке разделы отображаются у пользователя. То есть вот это буквально вот... Вот это вот всё. Ещё тут есть вот этот вот раздел. Настройки правила. Мы можем сделать так, чтобы пользователь не мог выбрать какие-либо элементы из двух разделов. То есть если ты взял что-то из раздела А, ты не можешь использовать предметы из раздела Б. И ещё есть правила предмета. Как это работает? Допустим, если вы выбрали какой-то элемент в разделе А, то вы не сможете использовать вот этот элемент в разделе Б. Там можно выбрать, какие элементы нельзя выбирать вместе из разных разделов. Допустим, если бы у меня оно стояло, то я бы сделала так, что нельзя использовать вот этот элемент с этим элементом. Ещё есть раздел настройки цветовой палитры. Он нужен для того, чтобы связывать по цветам различные элементы. То есть если я выберу чёлку вот такого цвета, всё остальное будет точно такого же цвета. Как, в принципе, добавляется эта палитра. Вот у нас, допустим, три цвета. Выбираем элементы. И тут мы выбираем цвета соответствующие. И тут уже по порядку эти же цвета мы загружаем. Ну и тут, в принципе, нужно сделать то же самое. Как это работает? Если я выберу одежду 1 чёрного цвета, то одежда 2 будет точно такого же чёрного цвета. И никакого другого. То есть с волосами... Ой, господи. Подождите. С волосами это работает точно так же. То есть вот, допустим, у нас есть хвостики. Если я поменяю их цвет, поменяется цвет остальных волос. То есть вот я загрузила палитру. Цвета остальные у меня тут. Ну и с кожей у меня то же самое, чтобы тело и руки были одного цвета. Если вы нажмёте на кнопку «Предварительный просмотр», то вы можете посмотреть то, как выглядит ваш мейкер на данном этапе. Также есть кнопка «Проверить на сайте». Она будет работать только после публикации вашего мейкера на самом сайте. В принципе, так же можно посмотреть. Но на превью он будет показывать именно вот, если вы вносите изменения какие-то. То есть если я прямо сейчас на вот этом готовом мейкере что-то поменяю, здесь оно отображаться не будет на самом сайте, только вот здесь. И чтобы изменения, которые я сделаю, вступили в силу, нужно будет опять сделать релиз. Здесь в редактировании мы можем настроить информацию о данном мейкере. Можно вписать название, объяснение. В объяснении можете написать, что вообще, что у кого, как работает. Короче, всё, что считаете нужным. Там обычно ещё ссылочки на себя указывают. В тегах обычно... Ну, самое частое, что я видела, это выбирают девушка-мальчик. Там ещё может быть какой-нибудь Неко. Вот тоже, тоже самое. Всё, что вы считаете нужным, можно добавить. Можно также выбрать диапазон использования изображения. Тут, конечно, перевод не совсем точный. Значок нужно выбрать обязательно, иначе вы не сможете загрузить свой мейкер. Ну, то есть опубликовать его на сайте. Это вот эти типы, про которые я говорила в самом начале. Ещё есть настройки отображения случайных кнопок. Это вот эти вот штучки. Можно выбрать публичный или приватный будет ваш мейкер. Ну, у меня это можно выбрать, но когда вы только-только будете его делать, у вас такого выбора не будет. То есть вам сначала нужно будет опубликовать, нажать релиз. Ну, у меня изображения нету, и вообще, в принципе, ничего нету, поэтому мне не разрешено публиковать его. Тут, кстати, сразу будут написаны причины, почему это нельзя сделать. Да, вот когда вы уже опубликовали, вы можете сделать его частным, чтобы у других людей не было к нему доступа. Ой, вроде как это всё. Если тут есть ещё что-то, я этого не знаю, но вот этих вот знаний мне хватило для того, чтобы сделать мейкер. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю удачи в создании мейкера. Ещё увидимся. Оно опять не грузится. Вот сейчас он застранит на 99%, я серьёзно жопу ставлю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok